В исполнении программы развития Крымского федерального университета на базе Медицинской академии имени Сергея Ивановича Георгиевского был реализован проект по созданию аккредитационного центра стоматология. Симуляционный центр оснащен на 80% симуляторами отечественного производства. У нас в планах заключить договор с Министерством здравоохранения для того, чтобы аккредитацию на новейшем оборудовании проходили все врачи. До сентября месяца мы планируем открыть косметические работы, мы проводим ремонт, оборудуем все помещения, чтобы они соответствовали требованиям аккредитационным. И до конца сентября откроем аккредитацию по всем специальностям. 6 июля студенты Медицинской академии Крымского федерального университета имели возможность сдавать аккредитационный экзамен по стоматологии, который одновременно проходил во всех регионах Российской Федерации. Мы сегодня прошли серьезнейший экзамен. Сегодня последний день аккредитации. Мы результаты получили прекрасные. То есть это результаты, которые не мы сами себя оцениваем, а нас оценивают. Мы передали выпускников в руки практического здравоохранения. И, в общем-то, все наши прогнозы, все, что мы делали, все прекрасно подтвердилось. О самих симуляторах и этапах, из которых состоял экзамен, нам рассказал декан стоматологического факультета Медицинской академии Сергей Жадько. Данный симулятор позволяет отрабатывать все практические навыки. Вы видите, что это полная имитация зубоврачебного кресла. Вот. Полный набор современных всех подходов в стоматологии, который позволяет здесь осуществлять все технологии стоматологические. Экзамен сложный, проходит в три этапа. Это не только отработка практических навыков, это и сдача тестов, и сдача ситуационных задач. Также нам удалось узнать, как оценивает подготовку наших студентов эксперт из Москвы. Это и хотим отметить высокую подготовку выпускников Крымской академии медицинской. Ребята очень хорошо справляются со всеми заданиями, в общем, результаты очень хорошие. Надеемся, что первый опыт, который показали стоматологи в этом году, и вот еще предстоит фармацевтам показать, это будет большим подспорьем для внедрения, для распространения такого опыта среди всех медиков нашей страны. В пяти специально оборудованных аудиториях обучающиеся могли показать свои практические навыки. Впечатления сейчас хорошие. Вначале все очень нервничали, нас успокаивали, нас настраивали, поэтому мы уже зашли в настроение в том, что мы все сдадим и все знаем. И закончилось все очень хорошо, мы довольны своими результатами. Еще одной особенностью центра является то, что процесс сдачи экзамена контролировался экспертами в специально отведенной комнате – комнате видеонаблюдения.